Глядя на эти удивительные по красоте картины в технике алмазной вышивки, сложно представить, что их автор не опытная мастерица, а мальчик с аутизмом – березовчанин Давид Макаревич. За два года своего увлечения талантливый ребёнок создал более 70 работ. Он выкладывает стеклянные акриловые стразы на специальном холсте. Благодаря игре света, на гранях деталей разной формы, его картины буквально оживают. Давид – ребёнок из полной многодетной семьи, из четверых детей он самый старший. Давид – ребёнок с аутизмом. С самого раннего возраста он отличался от своих сверстников, не шёл на контакт с незнакомыми людьми, избегал многолюдные места. Любимым занятием Давида является алмазная вышивка. Интерес к этому занятию у ребёнка пробудила мама. Тематика его работ самая разнообразная – это животные, цветы, пейзаж. Но любимой темой является изображение храмов и ликов святых. И такие талантливые дети, как Давид, в этот день в Центре молодёжного творчества представили множество своих замечательных работ, от которых исходит тепло и свет чистой детской души. Все они были представлены в рамках областного этапа 13-го республиканского фестиваля художественного творчества «Весёлковый карагод». Если оценивать вот эти 13 лет, 13 лет пути, проделана серьёзная работа. И от осознания необходимости что-то делать на первоначальном этапе, то уже конкретные системы поддержки, вовлечения не только государственных структур, общественных, просто заинтересованных людей в эту работу. Конечно же, эта работа ведётся специалистами. Даже квалификационный уровень специалистов за эти годы вырос. Здесь в самом деле происходят чудеса реализации наших деток с особенностями. Дети, вне зависимости от постоятий жизненных, все талантливы. Только нужно дать им возможность реализоваться. Такую возможность получили более 500 детей из детских домов, специальных воспомогательных школ-интернатов, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, учреждений общего и среднего образования, которые ещё в феврале-марте текущего года приняли участие в отборочном этапе конкурса. Лучшие работы прошли на областной уровень. Мы сегодня представляем свою выставку, которая носит название «От традиции к современности». Именно это основная идея нашей выставки. Сегодня мы представляем незабываемые традиции белорусского полесья. Это гончарное ремесло, глазоплетение, одно из национальных видов искусства – вытенантка. Здесь вы видите различные техники. Это техники работы с фомираном, топиарии, это текстильная игрушка, это витражная роспись, роспись по стеклу, это цветы из изолона и многие-многие другие техники. Мы постоянно совершенствуемся, работаем с новыми материалами, новыми технологиями. У нас есть бизнес-компания «Радуга творчества», тоже так называется. Дети участвуют в разных мастер-классах, дети участвуют в выставках-продажах сувенирной продукции. И также у нас создан в школе музей творчества. Не менее ярким и запоминающимся стал галоконцерт фестиваля, где республиканское жюри оценивало таланты юных участников в музыкальном, песенном и танцевальном искусстве. Всего в областном этапе фестиваля приняло участие порядка 160 ребят. Лучший из них представит Брещену в финале. Ветер, солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех, светит один на головах.